В прямом эфире РБК ОФА. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере возбуждено в отношении руководства строительной компании БНПС Инвест из Нефтекамска. Нарушение вскрыла проверка республиканского управления ФСБ. Расследованием занимается Следственный комитет региона. Следствием установлено, что руководство ООО БНПС Инвест в 2015-2016 годах предоставляло бухгалтерию заведомо ложные документы о расходах якобы понесенных организаций. Указанные сведения были представлены в налоговый орган. В результате руководство предприятия уклонилось от уплаты налогов на общую сумму свыше 71,5 миллионов рублей. Сейчас следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность предприятия, допрашивают сотрудников и руководство. БНПС Инвест занимается строительством жилья в северо-западных районах республики, а также имеет собственное производство железобетонных изделий. Сельхозпредприятие «Шаран Агрогаз» планирует поставлять зерносмесь из Башкортостана в Китай. Совместное производство кормов с последующей реализацией на территории Поднебесной намерены организовать в провинции Чуньцин. Вложение оценивают в 225,5 миллионов рублей. Инициативу обсудили у временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова. Также на заседании рассмотрели проект создания завода по производству лифтового оборудования в Стерлитамаке, строительство распределительного центра сельхозпродукции и производственно-складского комплекса в Уфимском микрорайоне Шакша, перспективы развития регионального фонда и инвестпрограммы ресурсоснабжающих предприятий. Запрет для торговых сетей на возврат скоро портящихся продуктов, в частности хлеба, поставщикам ударил как по одним, так и по другим, считают эксперты. Если для магазинов это обернулось потерей части прибыли и ассортимента на полках, то производители теперь получают меньше заявок на свою продукцию. В конечном итоге негативный эффект ощутили на себе и покупатели, которые сейчас не могут получить все то многообразие хлеба булочных изделий, доступное еще совсем недавно. Как сообщили участники рынка нашему телеканалу, до принятия соответствующего закона проекта, возврат хлеба производителям из торговых сетей доходил до 50%. И хотя теперь возврата как такового не стало, ритейл компенсирует это другими методами. А сейчас они вот для того, чтобы компенсировать свои убытки, которые они начинают нести из-за возврата продуктов, они просто просят, не просят, вернее, требуют у хлебозаводов, чтобы те вписали в пункт договора такой пунктик, безумие скидку предоставить примерно на величину вот этих вот их расходов по возврату. Понимаете, они опять, получается, душат производителя и сами хотят остаться чистенькие там с деньгами и все остальное. Вот сейчас следующий пункт, получается, надо законодательно вводить ограничения их на цену, во-первых, и ограничения на эти вот скидки. Напомню, согласно поправкам в закон о торговле, сети не могут возвращать поставщику продовольствие сроком годности до 30 дней включительно. Речь идет о свежем мясе и рыбе, продуктах из них, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, овощах и фруктах. На данный вид товаров приходится около 70% ассортимента ритейлеров. И в завершении выпуска о том, как торгуются акции республиканских компаний сегодня и ситуации на валютных рынках, на прямую связь со студией выходит ведущий специалист Роскомснабанка Алина Рафикова. Алина, здравствуй, тебе слово. Кирилл, добрый день. Финансовые рынки возвращаются в привычные торговые будни, а первая половина января проходит под знаком «плюс» по многим рисковым активам. Теперь по порядку. С начала года российский рубль начал с наступления и укрепился к доллару США на 3,65%, ниже уровня 67 рублей. В отношении к евро рубль прибавил почти 3%, достигнув значения 77 рублей ровно. Российские фондовые индикаторы стартовали ростом от 3 до 8%, достигнув значения по индексу Московской биржи 2445 пунктов, по индексу РТС уровня 1150 пунктов. Из сектора нефти и газа спросом пользовались оба выпуска Башнефти. Так, обыкновенный выпуск Башнефти показал прирост на 3,2% до отметки 1930 рублей. Привигированный выпуск добавил в цене более 4% и продолжает пользоваться спросом по 1865 рублей за акцию. Стоит отметить, что рост российского рубля и фондового рынка есть прямая заслуга нефтяных успехов. Так, нефт сорта бренд прибавила с начала года 14,5%, поднявшись в отметке 62 доллара. Нефт сорта лайт взлетела на 15,8% и оценивается рынком по 53 доллара 5 центов. Кирилл? Да, Алина, достаточно стремительный рост. Это была Алина Рафикова, ведущая специалист Роскомснабанка. К этому часу у меня пока все. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин